Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на портале экзегет.ру. И сейчас мы с вами поговорим о неканонической книге, которая называется «Книга пророка Варуха». Как вы знаете, православные считают, что в Библии должны быть дополнительные книги, кроме тех книг, которые входят в иудейский канон. Православное богословие называет эти книги неканонические. Кроме православных, их признают также католики, армяне, эфиопы, копты, еще некоторые церкви. И одна из таких книг – это книга пророка Варуха. В нашей Библии она располагается после еще одной неканонической книги, книги, которая называется «Послание пророка Иеремии». И сейчас мы с вами поговорим, кто эту книгу написал. Некоторые исследователи считают, что эта книга была написана Варухом, который был секретарем и писцом у пророка Иеремии. Ну и, соответственно, она была написана в те времена, когда евреи были уведены в плен. Однако большая часть исследователей отрицает авторство пророка Варуха и считает, что она была написана в другое время. Чаще всего почему отвергается авторство именно вот того Варуха, который был при Иеремии? Ну, во-первых, историческая информация, которая здесь содержится, все-таки вступает в противоречие с той ситуацией, которая была при Вавилонском нашествии. Если бы это писал участник тех событий, он навряд ли бы так ошибся. Во-вторых, эта книга известна только на греческом языке, никаких следов текста на еврейском нет. Ну и, соответственно, такой вопрос, если бы она была богодухновенной, она считалась бы богодухновенной, то наверняка бы еврейский текст ее бы сохранился бы, а не пропал бы. Плюс к этому, если она сохранилась на греческом, то, может быть, она и была написана на греческом. А такое могло произойти только в III-II веке до Рождества Христова. Я напомню, что пророк Иеремии, ну и пророк Варух жили в VI веке. Ну и следующее – это богословие книги. То есть здесь упоминаются некоторые взгляды, которые появились позже в Библии, чем времена пророка Иеремии. Там, скорее, это эпоха второго храма, книга Вердер, книга Днемии, книга Премудрости Соломона. Тогда кто же был все-таки автором этой книги? По одной из версий, автором этой книги был эллинизированный еврей, который жил в диаспоре. И когда евреи вернулись из Вавилонского плена, это событие описывается в первой главе книги Ездры, когда они вернулись, все-таки не наступило возвращение из плена, потому что большая часть евреев оставалась в рассеянии, и как бы плен продолжался. Поэтому было ожидание, что все-таки когда-нибудь евреи вернутся. Чтобы сохранить себя как народ, евреи старались отделиться от других народов, такую воздвигнуть стену, чтобы не смешиваться с ними. Конечно, в самом Писании есть указания на том, чтобы евреи не смешивались, но в послепленную эпоху это стало еще более сильным. Ну и, соответственно, книга написана для того, чтобы укрепить евреев в рассеянии, сохранять истинную веру и надеяться на возвращение. По второй версии, эту книгу написал хоть эллинизированный, но иудей, который жил в Палестине. И почему он написал? Значит, он взял события, которые происходили когда-то давно. Но эти события похожи на то, что происходили в его времена. По-разному считали какие-то события, но есть мнение, что, скорее всего, это эпоха гонений Антиоха и Епифана. То есть, это 170-е и 160-е годы до Рождества Христова. И, соответственно, имена царей, которые упомянуты в книге про Коваруха, на самом деле это имена каких-то врагов евреев. Даже есть такое мнение, что это даже вообще римские цари, которые захватывали Иерусалим в 70-е годы, годах после Рождества Христова. Это Тит и Веспасиан. Есть также мнение, что эта книга была написана несколькими авторами и, в конце концов, была объединена. Значит, когда эта книга была написана? Значит, если все-таки говорить о авторстве Варуха, я повторяю, есть исследователи, которые придерживаются этого мнения, то это VI век до Рождества Христова. Значит, другие авторы предлагают датировку связанную с македонским нашествием, походами, то бишь, Александра Македонского, которые были в конце IV века, либо с гонениями антиохи Епифана, которые были в 170-160-х годах до Рождества Христова. Ну и, повторяю, есть также мнение, что книга была написана уже после Рождества Христова. Ну и, соответственно, она могла быть написана как в Палестине, так и в Российне. Значит, я уже говорил о том, что эта книга была написана, вернее, дошла до нас на греческом языке, но возможно, что она все-таки была написана с самого начала на еврейском, а затем уже переведена. Почему? Потому что исследователи видят в этой книге гебраизмы, то есть использование еврейских слов или еврейских конструкций в греческом тексте. Хотя это тоже можно объяснить тем, что автор был действительно еврей и просто это вставлял неосознанно, даже когда писал на греческом. Немножечко об истории этой книги. Она дошла до нас в разных, конечно, рукописях, в разных переводах. И что интересно, что многие святые отцы считали эту книгу канонической, потому что она считалась связанной с книгой пророка Иеремии. Ее читали, ее толковали, ее знали. Более того, эта книга вошла в богослужение, и она читается. Отрывок из третьей и четвертой главы читается. Причем самое интересное, что он назван книгой пророка Иеремии. И читается она на одну из премий, премий на Рождество Христово, и где говорится о даровании завета и явлении Бога на земле, как пророчество о воплощении Спасителя. Вот это были общие сведения об этой книге, то, что называется Исагогика. Дальше мы перейдем к чтению и толкованию этой книги. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на портале exget.ru. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok